Я забыл кое-что упомянуть, а точнее про маску. Перед тем, как мы начнем скульптить дальше, вернемся на вот этот этап проработки нашего объекта. Итак, что же такое маска? Давайте на наглядном примере разберем. Вот если мы зажимаем Shift, то наша стандартная кисть меняется на кисти сглаживания. Если мы зажимаем Shift, то мы видим, что интенсивность у нас стоит на 100. И если мы зажимаем Shift, то мы можем изменять свойства этой кисти. То есть это просто как другой с кистями. Можно назвать это так, если угодно. И я, например, хочу уменьшить интенсивность, я просто зажимаю Shift и опускаю вниз это значение. Или потом выставляю назад его на значение 100, если мне это будет необходимо. То есть мы просто получаем разные виды сглаживания в работе с этой кистью. Если мы отожмем Shift, то на нашей обычной кисти ничего при этом не меняется, независимо от того, что мы изменяем. Вот мы можем посмотреть, как это работает сейчас. Прямо сейчас на экране я показываю это. Вот вы видите, что-то другие совершенно кисти. Хорошо. И мы разобрались уже немного с этим, что у нас есть такие слои, но я хочу сказать, что их немного больше. Есть еще такой же слои с кистями для маски. И он тоже назначен на другую кнопку, на Ctrl. Если мы зажимаем Ctrl, то мы видим, что у нас активируется еще одна кисть. Вот она. Это по умолчанию стоит именно маска. И маска имеет две функции. Мы зажимаем Ctrl и рисуем маску на объект. Просто вот берем и рисуем. Неважно, какую часть я выберу, просто рисуем. И теперь я изменяю кисть, допустим, на стандартную. Просто я отжимаю Ctrl и вижу, что цвет курсора поменялся из красного на желтый. Это значит, что я могу наносить маску. Также я могу инвертировать действие этой кисти, просто зажав Alt, когда я зажимаю Ctrl. Таким образом я могу делать вот такие вот вещи. Поскольку сейчас у нас включена симметрия по X, то у нас налаживается маска по бокам. Если я наложу маску на фронтальном виде, вот здесь, вы сможете налаживать маску по всему объекту. Вот таким вот образом. Просто протаскивая, как это мы делали с Дейном Мэшем. Вот, у нас налаживается маска. И она налаживается со всех сторон. Теперь мы можем очистить маску, если мы зажмем Ctrl и протянем левой кнопкой мышки по свободному участку рабочей области. Помимо этого мы можем еще инвертировать выделение. Также зажимаем Ctrl и кликаем по свободному участку рабочей поверхности один раз, не протягивая. Таким образом маска не уберется, а инвертируется. Я нажимаю сейчас и выбираю, что именно я хочу сделать с маской в специальном разделе. Он находится в меню инструментов. Тут мы можем различным образом контролировать нашу маску. Например, инвертировать ее, сделать более мягкой, сделать более жесткой. Также есть другие особенности, которые попроще. Тут нет горячих клавиш особо. В принципе, горячие клавиши в данном случае не сильно и важны. Но давайте поговорим о функциональности. Что же делает маска? Она замораживает какую-то область, которую мы выделяем, и мы не можем на ней рисовать. Допустим, сейчас у нас включено отображение маски. Мы его выключим и теперь начнем рисовать. И мы видим, что там, где мы рисовали маску, там ничего не изменяется, а только вокруг нее. Хорошо, давайте нанесем маску и применим инструмент Invert, то есть инверсировать маску. Можно также нажать Ctrl-A на клавиатуре, это также горячая клавиша. Вот, мы можем ее подкорректировать. Можем снова скрыть ее. Ну, в общем, вы поняли. Давайте очистим эту маску. Или можем нажать Ctrl-Z, чтобы ее просто убрать. Если нет никакой маски, то нажмем клавиши Ctrl-I и нанесем маску на всю поверхность. С зажатым Ctrl-Alt мы можем рисовать обратную маску. Давайте уберем выделение. Сейчас я нарисую новую маску и покажу вам, как ее можно сделать более расплывчатой. Для этого мы выделяем маску и нажимаем на нее с зажатым Ctrl. Таким образом она становится мягче. Также есть кнопка Blur, и она делает то же самое. Если мы нажмем на другой участок, не замаскированный, то она ужесточится. Иногда, когда вы нажимаете на модель, чтобы сделать маску более мягкой или же более жесткой, вы можете случайно создать еще немного маски, что усложнит вам работу, поэтому с этим стоит быть аккуратней. Также вот здесь, допустим, я создал на веках нашу маску. Я попытался что-то сделать, и я просто не заметил, что маска у меня там, где тень. И это тоже может сделать некоторые трудности при работе. Вот, смотрите, вот я только что сделал, и там у меня создалось немного маски, поэтому с этим нужно быть аккуратней. Теперь еще один трюк. Если мы создадим сейчас новую маску, протянем в какой-то свободной области с зажатым Ctrl, и затем зажмем пробел, и мы сможем перемещать эту маску. Это очень удобно. Также мы можем нажать Ctrl на территории маски, и затем его уплотнить, и мы видим, что грани, углы, которые на этой маске были, они стали более мягкими. Хорошо. Так же, если я налаживаю маску спереди, но не сзади, то она все равно создается и сзади тоже. Вот, вы можете это видеть. То есть, аналогично маска у нас проектируется сразу на две стороны. Если я выделю здесь, у нас выделяется маска с обеих сторон. Это независимо от симметрии. Допустим, вот здесь мы сделаем ее, она отобразится сзади. Это иногда бывает очень удобно. Но если вам это не надо, то вы зажимаете, тянете Ctrl, потом Alt, выделяете участок, который вы не хотите маскировать, и убираете таким образом маску. В принципе, мы поговорили о всем самом основном. Давайте еще повторим. Mask Pen для того, чтобы рисовать. Когда вы зажимаете Ctrl, вы можете такое делать. Если вы зажимаете Ctrl в свободной области и нажимаете левую кнопку мыши, вы инвертируете область. Также, если вы нарисовали, вы можете заблюрить или уже наоборот сделать более резкий переход от маски к немаскированной области.